В общем, выдвигаемся в сторону Кемдона. За последние 10 лет Кемдон три раза становился самым криминальным городом США. Какой певец город, где можно идти? Где я могу получить графические фотографии? Естественно, в поисковике, но такой запрос, ответ найти очень тяжело. Я только на красный проехал, но, если честно, мне кажется, это вообще п*** все. Всем привет! Сегодня летим в Кемдон. Вот что, разражает или что, до сих пор не в глупо не идет. Почему в Америке до сих пор надо снимать обувь при прохождении металлоискателя? Когда вы в своем мире от этой практики уже давно отказались. В Филадолфии на улице Утре градусов тепла. Моим было почти 15-20. Разница существенная. Поеду сейчас машину заберу с проката. Вот эти автобусы вводят, которые разводят народ. Устаю, его жду. Час ночи. Крутой сервис. Первый раз такое вижу. Ты сам, собственно, подходишь к компьютеру, выбираешь, забиваешь всю эту информацию, свою бронь, и тебе распечатают контракт, ты идешь на паркинг, и выбираешь машину, которая соответствует номеру, который тебе дали. Очень круто, очень быстро все. Вот эту штуку надо вытащить, чтобы она работала. Я как-то раз забыл это сделать, и мне потом пришлось отдельно платить за все эти толы, как это по-русски сказать, платные дороги. Ну все, погнали. В общем, забыл сказать, да, в Америке можно пройти контроль в аэропорту, не снимая автобус. Для этого нужно иметь просто пропуск, TSA, и если ты часто летаешь, то есть смысл на него падать. Вот этот праздник мне достался за 70 баксов. На улице... Да. На улице... На улице холодно. На улице всего лишь 3-4 градуса. Это так непривычно после Майами. Еще какой-то хреном мне машину дали без автоматических замков, и каждый раз приходится по старинке ключ проворачивать. Еще все эти двери открыли. Ну, это херц, конечно, козлы. В общем, выдвигаемся в сторону Кемдона. А проблема в том, что, когда ты забиваешь в гугле поиск интересов, а чем заняться в том же самом Кемдоне, либо найти эти райончики, которые входят как раз в список самых опасных мест в Соединенных Штатах. Естественно, в поисковике, но такой запрос, ответ найти очень тяжело. А поскольку, ну, навряд ли кто-то будет рекомендовать поехать в тот или иной район, в котором вам могут грохнуть. Попробуем, наверное, у местных узнать, где можно заехать сравнительно безопасно, поснимать. Ехать там буквально час до туда, меньше даже. В общем, посмотрим. Вообще, Кемдон уютно расположился на берегу реки Делаве, прямо напротив даунтауна Флоделки. Достаточно лишь переехать мост, и через пять минут вы уже в Кемдоне. Тут даже спросить некого? На улице вообще никого нет. Пять часов дня. О, полицейский. Шериф стоит. Может, он что-то подскажет. В машине тоже никого нет. Может, он грохнул? Уже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бля, я только что на красный проехал, но, если честно, мне кажется, это вообще похоть. Вычитал тут в интернете, что один из самых опасных перекрестков или райончиков в этом городе находится на Ферри авеню и восьмой улице. Это минут пять это даунтауна избы. Короче, поедем, посмотрим, что-то. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я знаю, что город очень известен для преступления, и я снимаю документацию, и я спрашиваю, что журналисты, что обычно люди забывают, где можно получить графические фотографии. Я не знаю, где можно получить графические фотографии. Вы знаете, где можно получить графические квартиры? Да, вот здесь. Да? Да. Хорошо, спасибо. Это, собственно говоря, downtown город. Именно такой многие россияне представляют Соединенные Штаты Америки после просмотра новостей Первого канала. Так, здесь... One way. I hope not the worst way. One way. One way. One way. One way. One way. Филадельфия находится в Пенсильвании, а Кэмдон, Нью-Джерси. Hey, man, do you live in the city? Is it safe or not? Yeah? Because I've heard a lot of stories. I've heard a lot of stories about it being very criminal and stuff like that. It looks pretty peaceful to me, though. It's not that bad. It's not as bad as... Like, what's the worst neighborhood to go to? Where? Yeah. Just... North... Which way is that? So that way. It's a very friendly friend. He said, if you want to take a photo and get in real life, you can get to Hempden. Hop-hop-hop. He's got to every step. Who wants something, orsut, orsut, orsut. He said, you need to go to Hempden. He said, you need to go to Hempden. He said, you need to go to Hempden. He said, let's see. He said, it's not so bad. It's not as bad as the hell, as they call him. And they go to Hempden. Well, he knows. For the last 10 years, Hempden has become the most criminal city in Russia. To this prove, it exceeds the average level of 7. Actually, until the middle of the 60s, it was a development city, where the mill were located on wood, radio plants and other commercial sites. Но после серии неудачных экономических преобразований в регионе, местные предприятия начали испытывать серьезные проблемы, что в итоге привело к сокращению рабочих мест. И буквально за 20 лет их количество снизилось от 50 тысяч до 10 тысяч. Все попытки реанимировать город оказались тщетными, и Кемден, наряду с Флинтом Мичиган, накрыла волна преступности. Мужик, помочь? Ну, у меня в городе уже знакомый начинает появляться тут один из местных. Узнал, что я там дрон запускал, где-то в 10 кварталах отсюда. Если честно, не очень хочу искушать судьбу, выходить и гулять со всей этой аппаратурой по городу снимать. Потому что хоть полиция и есть, но она весьма фрагментарна в этом городе обозначена. И процентное соотношение каких-то странных типов против таких нормальных людей, которые нормально выглядят, наверное, от 80 к 20, если не меньше. Поэтому, ну, нахуй, в машине, мне кажется, как-то поспокойнее. Хотя посмотрим. Что-то никак я не могу найти, с кем поговорить, потому что, серьезно, аппаратура дофига здесь лежит. И я просто боюсь, что интервью как-то плачевно закончится. Хочу с полицейским каким-то поболтать. Но они тут тоже очень все заняты. Как вы понимаете, работы у них здесь немало. Поэтому, ну, посмотрим. Если не получится, просто наслаждайтесь красотами города. Да, при такой криминальной обстановке не видно, что кладбище. Под кладбище отводится большое количество городской территории. Мой приятель рассказывал, что в 90-х и в нулевых тут было все намного хуже. Куда хуже, спросите вы? Конечно, есть места на земле, где то, что происходит в этом городе, может показаться раем. Но не надо забывать, что Кэмдон – это город в США, а не в Нигерии. В этой стране ничего подобного я, конечно, еще не видел. В общем, на этой веселой ноте я, наверное, отсюда свалю, потому что снимать тут, в принципе, больше нечего. Я надеялся с кем-то поговорить из полицейских. Но, опять же, они все заняты. С одной стороны, конечно, картины удручающие. С другой стороны, мне кажется, я кучу материала смогу продать первому каналу. Но, поскольку они очень любят репортажи делать такого рода об Америке, ну, вот вы и побывали, в принципе, в самом опасном, по мнению многих, городе Америки. Это был канал Проект Резидент. Подписывайтесь, ставьте лайки. И новые выпуски скоро будут. Подписывайтесь, ставьте лайки.